Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, опухоли головы и шеи на самом деле тоже можно отнести к так называемым опухолям редких локализаций, поскольку они занимают всего 5% от злокачественных новообразований в структуре общей заболеваемости среди всех локализаций. Но обладая крайне высоким уровнем смертности, практически половина пациентов, которые зарегистрированы в текущем году, погибают в течение этого года. Эти опухоли являются достаточно значимыми для того, чтобы подбирать новые подходы к тактике лечения, поскольку этими опухолями заболевает сейчас все чаще и чаще более молодая когорта населения. Если мы говорим о самих предпосылках, возможности использования иммунотерапии в опухолях головы и шеи, то безусловно это и анатомические структуры, которые имеют свое развитие из разных жаберных дуг, хотя в общем это все равно плоскоклеточный рак, но тем не менее особенности значительные существуют. Это и редкость локализованных форм, то есть тех форм, которые относятся к критерию Т1, Т2, которые могут быть пролечены радикально только хирургическим путем. Все остальные стадии заболевания требуют какого-то комплексного подхода и могут быть рассмотрены как кандидаты для использования иммунотерапии. Если мы посмотрим на перспективы пятилетней выживаемости, то, к сожалению, какими-то хорошими характеристиками пятилетней выживаемости обладают только локализованные формы. Если говорить о местно распространенных и метастатических формах, то здесь, к сожалению, выживаемость пятилетняя не превышает 9-16%, и то это очень оптимистичные показатели. Поэтому совершенствование подходов необходимо, и иммунотерапия может нам в этом значительно помочь. Если мы говорим только о рецидивирующем и метастатическом раке, то здесь прогноз, в принципе, крайне неблагоприятный. Медиана общей выживаемости таких пациентов не превышает 8 месяцев, и, к сожалению, только 1,5% из общей когорты пациентов могут пережить рубеж 5 лет. Это данные, например, двух исследований группы ЭКОК, которые посмотрели, практически отследили медиану выживаемости у 400 пациентов, участвующих в данном исследовании. Иммунная система, на самом деле, играет достаточно большую роль в развитии опухоли головы и шеи, и в прогрессировании опухоли головы и шеи, поскольку клетки рака данной локализации умеют избегать иммунную систему хозяина и значительно влияют на микроокружение для того, чтобы стремиться к развитию опухоли и ее прогрессированию. Безусловно, опухоли головы и шеи обладают собственными биологическими особенностями, которые также способствуют большей иммуногенности опухоли и более резкому ее развитию, что также, в общем-то, перспективно для назначения иммунотерапии. Одним из аспектов биологии опухоли, безусловно, является вирус папиллома человека. Мы все прекрасно знаем, что вирус папиллома человека ассоциирован с, как правило, с орофарингеальным раком. Вирус папиллома человека характеризует более благоприятный прогноз развития плоскоклеточного рака головы и шеи и имеет предиктивное значение в виде лучшего ответа на, например, химиолучевую терапию, что может косвенно говорить нам о том, что, может быть, эти опухоли будут лучше реагировать и на иммунотерапию. Вторым важным биологическим фактором является достаточная инфильтрация опухолей головы и шеи с СД8-цитотоксическими лимфоцитами, поскольку чем больше опухоли инфильтрованы этими лимфоцитами, тем лучше общая выживаемость, как показано, например, в исследовании, которое было представлено в 2018 году. Еще одним важным фактором биологии опухоли, безусловно, является экспрессия PDL, но касаемо опухоли головы и шеи, имейте достоверные данные о том, что не очень адекватно оценивать PDL-экспрессию только на опухолевых клетках, потому что если посмотреть зависимость выживаемости от PDL-экспрессии только в опухолевых клетках, то те опухоли, которые обладают выраженной PDL-экспрессией, показывают худшие показатели общей выживаемости. Если мы говорим об адекватной оценке, мы обязательно должны учитывать стромальный компонент и иммунокомпетентные клетки, экспрессию PDL на них. В связи с этим, в общем-то, мы можем говорить о развитии иммунотерапии. Исторически мы говорим изначально о второй линии терапии. Именно во второй линии терапии платинорезистентных форм плоскоклеточного рака головы и шеи были зарегистрированы первые иммуноонкологические препараты. Это неволумаб и пембролизумаб. Это ингибиторы PD-1. И первое исследование, это Чикмей-141, в котором сравнивалась эффективность неволумаба и стандартной терапии во второй линии платинорезистентного плоскоклеточного рака головы и шеи, показало, в общем-то, феноменальные результаты увеличения общей выживаемости, двугодичной выживаемости практически на 11% у тех пациентов, которые получали иммунотерапию по сравнению со стандартной химиотерапией второй линии. Если провести под анализ и посмотреть, зависит ли эта общая выживаемость именно от иммуногенности опухоли головы и шеи, туда, безусловно, зависят те опухоли, у которых экспрессия была даже более 1%, имели медиану общей выживаемости практически на 3,5 месяца больше, чем группа химиотерапии, в отличие от той группы экспрессии, у которой была меньше. И здесь все равно был прирост общей выживаемости, но, тем не менее, он был меньше, чем в той группе, у которых высоко экспрессировалась PD-L1. К сожалению, мы прекрасно понимаем, что мы говорим о второй линии, соответственно, что-то было в первой линии, и если мы имеем возможность пациенту дать на сегодняшний момент золотой стандарт первой линии терапию с цитоксималом, то те пациенты, которые получали цитоксимаб, будут несколько хуже реагировать на проводимое иммуно-онкологическое лечение, но, слава богу, реагировать все равно будут. Если пациент в первой линии не получал ингибиторы рецепторов эпидермального фактора роста, то медиана общей выживаемости у них будет наиболее высокая по сравнению с теми пациентами, которые цитоксимаб получали. И еще раз вернусь к биологии опухоли. Если мы пытаемся провести поданализ P16-позитивных, P16-негативных опухолей, слава богу, и та, и другая когорта опухолей головы и шеи реагирует на иммуно-онкологическое лечение, и, собственно, что укладывается в общие тенденции, P16-положительные опухоли реагируют несколько лучше, и медиана общей выживаемости, например, при использовании неволумаба, у этой когорты пациентов практически на 2 месяца больше и выше, чем у тех пациентов, которые имеют P16-отрицательный статус. Еще один препарат, который на сегодняшний момент имеет регистрацию как в мире, так и в России для лечения пациентов платинорезистентным плоскохлечным раком органов головы и шеи в рамках второй линии – это Pembrolyzumab. Приблизительно такой же дизайн исследования и такие же оптимизирующие, оптимистичные результаты с увеличением одногодичной общей выживаемости на 10% и безусловным преимуществом в медиане общей выживаемости. Если смотреть здесь под анализ, который можно провести по уровню PD-L1, здесь был более глубокий анализ, о котором уже мои коллеги сегодня говорили, здесь была произведена оценка относительных индексов экспрессии PD-L1 на опухолевых и иммунных клетках по отношению ко всем опухолевым клеткам. Выяснилось, что те пациенты, которые обладают индексом CPS больше 1%, это практически когорта из 80% пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи. Это прекрасно, потому что это, опять же, говорит нам о возможном перспективном использовании в данном случае Pembrolyzumab. И крайне оптимистично можно говорить об эффективности терапии иммуно-онкологическими препаратами у тех пациентов, у которых уровень CPS больше 50%, то есть это высокоиммуногенные опухоли, и практически четверть пациентов обладают такими показателями. Если мы посмотрим на показатели одногодичной выживаемости у тех пациентов, которые получали Pembrolyzumab в сравнении с стандартной химиотерапией во второй линии, то мы увидим, что у тех пациентов, у которых CPS больше 1% уже есть прирост одногодичной выживаемости на 13%, а та когорта пациентов, которая имеет высокий уровень PDL-экспрессии, имеет прирост одногодичной выживаемости на 21%, то есть это те пациенты, которые наиболее благоприятны для назначения иммунотерапии. Та же самая картина в отношении выживаемости без прогрессирования. Слава Богу, все когорты пациентов реагируют на иммунотерапию, и даже в общей популяции мы имеем прирост выживаемости без прогрессирования на 6%. Если мы оцениваем минимальное наличие экспрессии PDL-1, то здесь выживаемость без прогрессирования увеличивается статистически на 8%, а если мы берем когорту высокой иммуногенной опухоли, то здесь выживаемость без прогрессирования уже увеличивается на 23%. Мы имеем возможность, слава Богу, на сегодняшний момент использовать данные препараты для лечения пациентов. Вот небольшой пример пациента с орофарингеальным раком, у которого было поражение лево-немно-миндалины регионарных метастатических лимфатических узлов. У нас была возможность провести ему терапию ингибиторами PD-1. И, в принципе, уже на самом начале лечения, после четвертого цикла терапии, мы получили регресс опухоли, общий регресс опухоли 86%, причем в области первичного опухолевого очага был полный регресс, сохранялась инфильтрация в области лимфатических узлов шеи. И посмотрите, какая прекрасная общая выживаемость от момента регистрации прогрессирования на фоне лечения препаратами платины. 14 месяцев с прекрасным качеством жизни, с прекрасной переносимостью. То есть, в общем-то, это очень хорошо. И еще раз напоминаю, что когорта пациентов достаточно сложная. Что же мы имеем в отношении первой линии терапии метастатического рецидивирующего рака головы и шеи? На сегодняшний момент есть несколько исследований, которые еще не завершили своего окончательного анализа. К сожалению, результаты некоторых исследований не опубликованы, поскольку не проведен срез базы данных. Возможно, он ожидается в ближайшее время. И на международной конференции по опухолям головы и шеи в 2019 году были представлены результаты исследований КИНОТ-040. Это использование пембролизумаба в первой линии. Но первоначально скажу о том, что в рамках исследования Checkmate 141 также был произведен под анализ подгруппы, которая получала не в первой линии препараты платины, а в адюванном режиме препараты платины, и после этого запрогрессировала. Поэтому эта когорта пациентов тоже может быть расценена как когорта пациентов, получающих неволумаб в первой линии. И если мы сравниваем этот препарат со стандартной химиотерапией, то мы видим явный прирост общей выживаемости практически на 4 месяца у той группы пациентов, которая получала иммуно-онкологическую терапию. Если мы говорим об общей выживаемости одногодичной, то здесь улучшение практически на 20%. Колоссальные цифры для первой линии лечения. Если мы говорим о исследовании Кинотно-48, это пембролизумаб в первой линии терапии рецидивирующего рака головы и шеи. Здесь более сложный дизайн исследования. Здесь были две глобальные группы сравнения. Базовым режимом для первой линии был выбран режим Extreme, который является наиболее эффективным на сегодняшний момент. И сравнивался он с пембролизумабом в монорежиме и с пембролизумабом в комбинации с химиотерапией, с последующими поддерживающими введениями пембролизумаба. Если посмотреть под анализ сравнения пембролизумаба с режимом Extreme, пембролизумаб в монорежиме, то здесь вне зависимости от уровня PDL-экспрессии мы также получаем значительный прирост общей выживаемости и медианы общей выживаемости. И, естественно, этот показатель будет значительно выше у той группы пациентов, которая обладает высоким уровнем PDL-экспрессии. То есть в первой линии терапии даже монотерапия пембролизумабом имеет преимущество у пациентов с рецидивирующим метастатическим раком органов головы и шеи. Та же картина имеется в отношении времени без прогрессирования. И у той группы, у которой PDL-экспрессия выше 50%, улучшение выживаемости без прогрессирования, двухгодичной, составляет практически 10 месяцев. Если мы говорим о сравнении режима Экстрим с той группой пациентов, которая получала пембролизумаб в сочетании с химиотерапией, то здесь также результаты достаточно обнадеживающие. Общая выживаемость увеличивается также практически на 10%, а медиана общей выживаемости увеличивается на 2 месяца. Если проводить групповой анализ по уровню экспрессии PDL-1, то, в общем-то, здесь, к сожалению, никаких различий не получено. Возможно, это когорта пациентов, которые обладают более сложной биологией опухоли, и, возможно, назначать пембролизумаб с химиотерапией стоит тем пациентам, как раз у которых уровень CPS будет от 1 до 20, для того чтобы увеличить возможную иммуногенность опухоли и ответ опухоли на проводимую терапию. И хотелось бы ответить, что в 11 июня 2019 года, как раз недавно, на основании результатов исследования Кинот-048, пемболизумаб был зарегистрирован FDA для лечения рецидивирующих метастатических опухолей головы и шеи в первой линии. Возможно, это перспектива для последующего регистрации данного препарата в России. У нас также была возможность в рамках клинического исследования провести лечение пациентки в первой линии по поводу рецидивирующего плоскокляточного рака языка. И на фоне данной терапии мы получили частичный ответ опухолевых очагов уже после двух циклов введения препарата. Пациентка, если вы посмотрите на фотографии, также, видимо, улучшила качество жизни, переносимость была достаточно хорошей. От момента постановки рецидивирующего плоскокляточного рака органов головы и шеи общая выживаемость на фоне иммунотерапии составила 10 месяцев. В принципе, общая выживаемость может показаться в данном конкретном клиническом случае не самой высокой, но пациентка имела достаточно выраженную сопутствующую патологию, которая не позволила нам, и выраженное осложнение от иммуноонкологического лечения, которое, в общем-то, не позволило нам проводить лечение длительно. Какие же перспективы на сегодняшний момент у иммунотерапии, касаемые опухоли головы и шеи? Слава Богу, они тоже есть. Мы, возможно, ожидаем в ближайшем времени регистрации иммуноонкологических препаратов первой линии лечения рецидивирующего плоскокляточного рака головы и шеи, но у нас есть надежда на то, что те исследования, которые на сегодняшний момент проводятся, позволят нам использовать иммунотерапию в неодевантном режиме при резиктабельных опухолевых процессах, когда иммуноонкологический препарат будет вводиться перед хирургическим вмешательством. На сегодняшний момент используется в исследованиях иневолумаб и прембролизумаб. Возможная перспектива в сочетании с лучевой терапией, учитывая и известные данные об эпоскопальных эффектах, и, в принципе, об усилении местного воздействия за счет введения иммунокомпетентных препаратов, а также дальнейшее развитие использования иммуноонкологических препаратов в первой и второй линии лечения пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком органов головы и шеи. Я надеюсь, что у нас все впереди в отношении столь сложной опухоли. На этом позволю себе закончить. Благодарю за внимание. Светлана Игоревна, спасибо большое вам. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы есть к Светлане Игоревне? Нет вопросов. Светлана Игоревна, если неодевантно, предоперационно, все-таки иммунотерапия, вот я так понимаю, что в первой линии все-таки вот это исследование пембролизумаба против экстрима, я, например, для себя, когда эти исследования не планировали, я думала так, что будет таким образом, что ПДЛ высокая, больные на первую линию пойдут иммунотерапией плюс химиотерапия. А те, у которых ПДЛ низкая, пойдут на экстрим, на цитоксимабс. А вот получается, что значимая разница, но разница-то небольшая, всего два месяца, может быть, все-таки в первой линии все-таки тот же вот золотой стандарт экстрима, а уже во второй линии использовать, как раз выделятся те больные, вот как вы считаете, из практики вы много видите таких больных? С практической точки зрения, я с вами, наверное, скорее согласна, чем не согласна, а с точки зрения цифр, которые показывают нам исследования, мы все-таки имеем выигрыш в общей выживаемости, и мы замахиваемся на достаточно большую конечную точку, поэтому может быть прирост медиана общей выживаемости, это же медиана только, как вы вчера абсолютно правильно сказали, это только медиана, а тот диапазон, который могут выиграть пациенты от использования иммуно-онкологических препаратов в первой линии, может быть значительно больше. Вы все назначите химию терапию? Или все-таки экстрим оставите кому-то? Экстрим оставлю, безусловно. Тем, у кого PDL? Скорее индекс СПС будет равен ну или меньше единице. Во-вторых, тем пациентам, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению иммунотерапии. То есть все-таки это какое-то количество... Это ограниченное кого-то пациентам, безусловно. Продолжение следует...